Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как всегда, обсуждаем самые главные события, которые происходят в городском округе Люберцы во всей стране, ну и, конечно же, по всему миру. В декабре, а именно 1 декабря, ну не знаю, подходит ли тут слово, отмечается, тем не менее, существует такой день, Всемирный день борьбы со СПИДом, или еще называют его Международный день борьбы со СПИДом, но в зависимости от перевода. Проблема, безусловно, пришедшая, ну, что называется, совсем недавно, по временным, скажем так, рамкам, но, к сожалению, до конца ее решить пока не смогли. Поговорим об этом сегодня с окружным специалистом по организации оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным Еленой Викторовной Разговоровой. Здравствуйте, Елена Викторовна! Здравствуйте! Вот интересно, я со своими студентами, когда общаюсь, для них, знаете, как вот мобильный телефон, он был всегда, ну, там, монитор телевизора вот такой, как он есть, да, очень трудно объяснить, что это когда-то был стационарный телефон или когда-то телевизор, это была такая мечта, что вот он вот-вот появится. И когда говоришь, например, на тему СПИДа или вот ВИЧ-инфицированных, то молодые люди думают, что это было всегда. На самом деле это же было на нашем веку, 1900, если я не ошибаюсь, 84-й год? Нет, 81-й. 81-й. На самом деле первый случай 79-й. Так. А вот уже отсчет, как бы, эпидемия идет с 81-го года, вот как раз с американских этих случаев. А у нас? У нас первый случай... Да, 88-й? 86-й. 86-й. Что-то я так ошибаюсь всего, а? Ну, дело в том, что наши-то первые случаи, они были завозные, это были африканцы. Туристы. Да, туристы, которые работали у нас или учились у нас. Вот. Поэтому наша эпидемия, такая эпидемия, как эпидемия, началась в 95-96-й год. И продолжается. И продолжается до сих пор. Верно ли говорят, мы, естественно, и об истории сейчас поговорим, и о профилактике, и о том, что происходит, что сегодня Россия занимает одно из лидирующих положений по распространению ВИЧ-инфекции, и, что называется, что-то надо делать. Ну, это правда. Да. То есть в цивилизованной Европе, в Америке, эта эпидемия достаточно стабилизирована. Есть страны, в которых практически нет роста. То есть новых случаев заболеваемости у нас продолжается все с такой же скоростью, как и было. То есть у нас как-то все попроще, да? Отношения, я имею в виду, самих людей, сейчас даже не в врачах, не о государственной, скажем так, политике по отношению. Мы об этом тоже поговорим. Означает ли это, что люди все на авось как-то, знаете, ну, пронесет, не пронесет, или даже не задумываются? Или это от незнания того, что... или где-то слышали, что это уже лечится? Ну, то есть люди совершенно не задумываются о последствиях. Есть такое? Ну, здесь несколько факторов. Первое, это то, что в головах у людей, обывателей, до сих пор ВИЧ и СПИД, это чума XX века, которые страдают асоциальные элементы. Но не мы. Вот это там, в углахах. Потребители инъекционных наркотиков, лица там, имеющие секс с мужчинами, мужчины, имеющие секс с мужчинами, либо, допустим, просто лица с большим количеством половых связей, да? Со всеми. Со всеми, да. И никакого отношения к нам, к обычным простым людям, ведущим обычный образ жизни, это не имеет. И поэтому это первое, что приводит к тому, что люди заражаются. Хотя я бы не согласилась, вот раньше нас учили как, что ВИЧ-инфекция – это болезнь поведения, что будешь вести себя определенным, нехорошим образом и заразишься. Ага. Очень интересный такой подход. Ну, болезнь приведения. Прямо я вот этот термин, я услышала одной из своих коллег из крупного регионального центра СПИДа в своё время. Сейчас ситуация совершенно другая, но тем не менее в головах у людей оно осталось, что это болезнь поведения. Если у меня один половой партнёр, если я не употребляю наркотики внутривенным путём, то я заразиться не могу. Ну, достаточно сейчас пойти к не очень хорошему стоматологу, да, и, собственно говоря, можно получить тоже заражение. Правда? По поводу стоматологов ни одного зарегистрированного случая нет. Ну, может быть, это прячут эти случаи, а на самом деле они есть? Нет. Вы знаете, у нас каждый случай, если есть подозрение, он расследуется, проводится огромное эпидрасследование. А как можно, хорошо, простите, а буду иногда уж очень... Каким образом, да? Как можно расследовать, если человек, вот, как вы говорите, он же, во-первых, как выяснить его, если мы говорим сейчас о половых связях, да, он ещё спрашивает с тем или с этим, когда, что было, а между ними где-то вдруг стоматолог затесался. И знаете, как расследование в кино, там же тоже работа с кровью. Ну, конечно. Или любая операция, да? Ну, по крайней мере, то, что мы можем сделать, например, посмотреть, сколько пациентов и кто был на приёме до этого конкретного человека, и проверить их по базе данных, если этот человек когда-то был выявлен, такой вариант есть. Если, конечно, человек, который никогда... ВИЧ-инфицированный, который никогда не обращался за медицинской помощью, да, и не сдавал анализы, там, конечно, сделать ничего невозможно. Можно, конечно, всех вызвать, но не факт, что они придут на обследование. Но, тем не менее, вирус нестойкий во внешней среде, и минимальная обработка инструментов приводит к тому, что этого вируса уже нет. Он не жизнеспособен. Вернёмся ещё к профилактике, немножко истории. Всё-таки что это такое? 79-й год, да, получается, мы живём в 2019 году. Легко посчитать, что этой проблеме уже 40 лет, да? 40 лет человечество живёт, но для кого-то с чумой XX века, для кого-то уже с получумой XX века, потому что как-то стабилизация, способы стабилизации существуют. Но, тем не менее, что это такое? Это что, свыше нам дано, что обязательно человечеству нужно иметь какие-то неизлечимые болезни? Кстати, рак же тоже неизлечим до сих пор? Ну, в глобальном таком обмене. Я по поводу свыше, и всё, что с этим связано, наверное, не буду угубляться. Нет, это я так. Я как ведущий спросил. Я здесь не профессионал. Да, так. 79-й год, это было несколько случаев там, единичные. 81-й, это уже было достаточно много случаев, поэтому эпидемию мы всё-таки от 81-го отсчитываем года. И до 84-го года не могли понять, что это за заболевание. Было просто, выяснялось, что это болезнь, которая передаётся половым путём, раз. Потом выяснилось, что при переливании крови тоже можно заразиться. Потом выяснилось, что дети от женщин с этим заболеванием, да, рождаются уже больные. То есть были понятны пути передачи, но не было известно, что это за вирус. Хотя уже было понятно, что это инфекционная патология. Сейчас уже открыт вирус. Он изучен так, как не изучен ни один вирус вообще. И главной теорией на сегодняшний момент является всё-таки теория происхождения от обезьян. То есть этот вирус попадал много раз в среду человека. Это было в Африке. Это было часто и часто. Причём обезьяны многие этот вирус переносили сами, не болея. А поскольку охотники, в том числе, это была и охота, где были травмы, это было и употребление мяса обезьян в пищу, непрожаренного, сырого и всякого разного. Ну, в общем, короче говоря, вирус попал. А дальше это 20 век. Ну, хорошо. А почему, какое отношение обезьяны имеют к половым отношениям человека? Почему он там... Нет, подождите. Это дальше я, вот то, что я начала говорить. Хорошо, хорошо. Это дальше 20 век. Так. Миграция. То есть раньше каждый народ сидел на своей территории. Ну, да. И выезжали минимально. И если, допустим, какая-то маленькая деревня заразилась в той же Африке, то эта деревня, ну, вымрет маленькая, ну, и всё. И на этом процесс остановится. Сейчас африканцы, вернее, не сейчас, а в 20 веке, да, вот эта вот миграция, когда африканцы, там, Гаити, Америка, очень часто вот эти вот миграционные процессы шли туда-сюда, и вирус таким образом попадал в популяцию. А вирус уникальный. У него в структуре нет участка, который отвечает за его генетическую неизменность. То есть он постоянно мутирует, он постоянно приспосабливается. У него есть способность очень долго жить в организме, никак не проявляясь. Как говорится, ты его в дверь, он в окно. Ты его в окно, он в дверь. Да, приобретая полезные для себя свойства какие-то, для того, чтобы ему выжить. Потому что задачей вируса не является, чтобы человек умер сразу. Задачей вируса является распространиться на максимальное количество людей. В этом его жизнь. Чтобы выжить, да. И таким образом происходило накопление этого вируса в популяции человека. Ну и дальше, когда-то критический порог мы перешагнули, и болезнь пошла дальше. Ну, а всё-таки последний вопрос на эту тему. А почему это произошло? Почему этот вирус касается именно крови, прежде всего? Крови, да. Поражаются клетки крови, в первую очередь. Одно из самых наших слабых мест, получается, человеческих, кровь? Нет, у него просто такая точка приложения. То есть есть вероятность, что может появиться некий другой ещё вирус, который тоже может... Ну, вообще, как инфекционисты говорят, как только мы научимся лечить это заболевание, появится другое. Как только другое, святое место пусто не бывает. Хорошо, прежде чем мы сделаем перерыв, давайте вернёмся к нам. В частности, городской округ Люберцы, Россия, Московская область. Что на сегодняшний день по цифрам? Насколько мне известно, вот из прессы, что был период, когда все боялись, как вы правильно сказали, особенно в больших городах. А потом прошло время, как-то все что-то поутихли, начали сообщать, ну, вы знаете, да, раз в полгода сообщают о том, что вот, найдено средство от СПИДа. К чему я веду? Есть такое ощущение, что немножко все расслабились и плюнули на это дело. Ну, заражусь так заражусь, не заражусь так не заражусь. Цифры, они как у вас считаются, в месяц, в год? Ну, у нас есть цифры и год, и месяц. Как ситуация сейчас? Да, ситуация сейчас, на сегодняшний день, если брать, в общем, общее количество, да, за вот эти годы. То есть первый больной в Люберецком районе 96-й год. В России гораздо раньше, да, но в Люберецком районе это 96-й год, это военнослужащий был, который заразился половым путем, он жив до сих пор, он уже взрослый мужчина. И он тогда, и он и сейчас продолжает наблюдаться в федеральном центре СПИДа, тогда все больные наблюдались вот только там. Вот, а если брать по вот общему количеству за все эти годы, это порядка 2600 человек за все годы. 2600? Да. Сколько? За этот год это 163 человека, но у нас эти цифры обновляются каждую неделю. Каждую неделю. Прирост есть? Плюс 163 случаев новых, да. О процентном отношении, на сколько идет рост? Есть какие-то цифры, там, в год, например? У нас разные цифры, и мы проценты здесь не считаем, мы смотрим пораженность. Пораженность на 100 тысяч населения. А, вот, ну хорошо, на 100 тысяч населения? На 100 тысяч населения, да. То есть на 1000 пока не считаете, слава богу? Ну, на 1000 считается там, где из, да, где больше одного процента является население. Хорошо, на 100 тысяч населения сегодня, если у вас есть цифры, по Московской области, сколько? Я, у нас совершенно разные цифры, потому что районы с очень разной пораженностью, да, с количеством живущих. Ну, вот в Люберцах. В Люберцах это, насколько я помню, цифра на тот год, мы на этот еще не считали, 370 на 100 тысяч. На 100 тысяч, 370 человек. Включая стариков, грудных детей, всех-всех-всех-всех. Ну, мы же понимаем, что это зафиксированные цифры. Да, это кто сдал анализы. А не зафиксированы, сколько может быть, если предположения какие-то строятся, прогнозы? Значит, здесь прогнозы очень разные, потому что Минздрав дает одни прогнозы, а Роспотребнадзор дает другие. Роспотребнадзор считает по мировым системам, да, расчетным, и там эту цифру на 2 можно умножать точно. А Минздрав дает то, от чего мы отталкиваемся, от реальных цифр. Да, Минздрав как-то веселее на жизнь смотрит. Да, оптимистичнее. Сейчас мы тоже немножко оптимистично поступим, сделаем небольшую паузу, после чего вернемся к разговору о профилактике этого заболевания в России, в частности, в городском округе Люберца. Напомню вам, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В декабре, а именно декабрь начинается, я уж не знаю, почему выбран этот день, может быть, наши гости расскажут, но может быть, связано с тем, что начинается зима, не самое лучшее время года, но так или иначе, а в декабре, 1 числа, в мире обращают внимание на борьбу со СПИДом. День, так и называется, Международный день борьбы со СПИДом, но мне кажется, что таких дней должно быть 365 дней в году. Почему? Потому что как-то к этой проблеме, на мой взгляд, в последнее время стали относиться проще. У нас в студии окружной специалист по организации оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным Елена Викторовна Разговорова. Елена Викторовна, скажите, а почему 1 декабря? Вы не в курсе? Ну, просто так решили. Это было решено. Ну, какой-то день. Ну, видимо, трудно все равно почитать конкретно. Выбрали и решили. Давайте вот сейчас о чем поговорим. Начнем со способов передачи ВИЧ-инфекции. Это же вечная проблема. У нас есть люди, которые считают, что если в их доме живут онкологические больные, то, что это передается. Ну, да, историю мы с вами слышали. Если человек узнает, что в его доме живет ВИЧ-инфицирован, он будет ходить там, наверное, со спиртом. Я уж не знаю. Глупость человеческая, она не знает границ. На сегодняшний день основное заражение по-прежнему половым путем? Какие вообще существуют виды, способы заражения? Да, сейчас основной путь – это половой. То есть раньше начиналась эпидемия через внутривенное употребление наркотиков, сейчас это половой путь. И 60% из вновь выявленных – это женщины, у которых имеют одного-двух половых партнеров. Это к разговору о том, кто болеет, да? Группа риска или все. Поэтому да, на первом месте половые. Раньше говорили, что это гомосексуальные были связи, теперь это, получается, просто половые. Просто половые, да, просто половые связи. Незащищенные, правильно? Да, разумеется. Если женщина живет со своим мужем, конечно, незащищенный секс. Второе – это через кровь. Употребление наркотиков остается, но его здесь очень мало. Мне хотелось бы обратить внимание, мы не фиксируем официально такие случаи, просто потому что это сложно. Но когда я собираю так называемый эпидемиологический анамнез, я выясняю, допустим, куда этот человек ходил, какие манипуляции проводились, то есть, это не расследовано, но тем не менее, есть риск заражения по вот этим данным. Допустим, в маникюрном салоне, который находится в соседнем подвале, где она не обрабатывает инструменты, вот как утром села… Одной ваточкой, так она… Одними щипчиками, да, так она и работает весь свой рабочий день. В лучшем случае опустит непонятно во что и подержит там 10 секунд. То есть, конечно, да. По поводу стоматологии мы с вами уже говорили, случаев нет. Но вот моя личная рекомендация – все-таки надо ходить в хорошие стоматологические клиники. Ну, это видно, да, по крайней мере, даже по ощущениям. Опять же, не в подвал. Опять же, не в подвал. Еще у нас есть случаи заражения через татуаж, когда идет вызов мастера на тату домой и делается сразу нескольким женщинам и подружкам. И все эти женщины приходят потом, и у всех определяется ВИЧ-инфекция. То есть, получается, что это уже передача… Все, что с кровью, это все кровь. То есть, вот та тема, о которой вы говорили, правильного поведения, да, что я другому отдана и буду вечно ему верна, то сейчас это просто элементарно через кровь. Элементарно, любая кровь, да, любой путь передачи, в который включается кровь. Давайте поговорим о методике профилактики. Прежде всего, насколько я понимаю, сегодня… Ну, вот есть СПИД, есть ВИЧ-инфекция. Люди путают, что это такое. И второй момент. Найдено ли сегодня средство, насколько я знаю, есть возможность стабилизации, но как такового лечения по-прежнему нет, то, чтобы человека полностью избавить от этого. Просто все знают, что это есть, и есть четкое ощущение, что вроде бы что-то там придумали, но все равно все плохо. Вот такая мысль в массах. Поэтому я хочу, чтобы вы нам по полочкам разложили. На самом деле, и что-то придумали, и все хорошо. Что? То есть? Потому что лекарственные препараты есть. И с 2004 года Всемирная организация здравоохранения убрала ВИЧ-инфекцию из смертельных заболеваний. Она ее перевела в разряд хронических. Вот с этого нам надо было начинать нашу программу. Не зря, значит, день придумали. Хронический. То есть нас можно поздравить людей. Конечно, конечно. И препараты, которые сейчас существуют. Если пациенты, которые начинали лечение в 2001 год, даже в 2006-2008 год, там было огромное количество таблеток. Сейчас у меня пациенты начинают лечение со стартовой схемы 3 или 4 таблетки на ночь. Это одна из схем. То есть количество лекарств заметно уменьшилось. Эффективность их заметно выросла. То есть все дело идет к одной таблетке. Таблетка в день уже существует. Она не существует у нас как стартовая схема, но как резерв, когда пациенту перестают помогать предыдущие, мы подбираем эту схему. Ты правильно понимаешь, что это уже на всю жизнь? Это на всю жизнь. Пока нет возможности пропил там какое-то время и закончилось? Нет. Ну, подождите, диабет. А, ну то есть это вот такое. Значит, да, это заболевание, которое ставится на один уровень с бронхиальной астмой и с сахарным диабетом. Ну, как врач я могу сказать, если человек не примет лекарства по диабету, у него будет диабетическая кома. То есть, грубо говоря, все по графику. А здесь все будет нормально. То есть здесь задача пациента, даже если он по какой-то причине пропустил, это нехорошо, но он на себе субъективно не почувствует ничего. Теперь такой вопрос. Сколько будет стоить? Вот если человек ведет правильный образ жизни, ну, вот как-то он заразился, я не знаю, одним из тех способов, о которых мы говорили. То есть стесняться этого, я так понимаю, уже не нужно, да? Просто нужно прийти, сдать кровь. Если получаешь вот этот нехороший тест, да, как его называют, потом, значит, надо каким-то образом встать на учет, правильно? И вот тут начинается самый тот момент. Все средства массовой информации, особенно те, которые у нас называются, ну, не государственными, и, скажем так, есть средства массовой информации еще и не профессиональные вообще, которые начинают кричать по поводу того, что вот, если ты заразился, то тебе не жить, и все стесняются прийти к врачу, правильно? Вот, но если они приходят к врачу, другие говорят, что вот каких-то сумасшедших денег стоит. Развейте мифы. Бесплатно. Да вы что? У нас может быть что-то бесплатное? У нас бесплатно. То, что касается обследования на ВИЧ-инфекцию, контроля лечения, то есть те анализы, которые мы берем, да, в течение, во время лечения, и сами препараты, все бесплатно. Включая вот эту вот одну таблетку, включая вот эти новые схемы. Просто они у нас идут как резервные. То есть главное сейчас для тех людей, которые, ну, сомневаются, да, в чем-то, назовем это так, если вдруг появится такой нехороший тест, там же, по-моему, несколько раз он проходит, ну, всякие акции существуют, если что-то положительное, да, называется результат, второй раз там проверяется, третий. Если человек попадает все-таки в эту группу, он должен смело идти к врачу. Да. Куда? В спид-центр какой-то? Куда можно пойти? Если в Люберецком районе, то ко мне. Это поликлиника у Вечного огня, все ее знают, да. И там висит мое расписание, я принимаю каждый день. То есть не нужно прятать лицо, как-то так идти, да, сомневаться? Вы знаете, я хочу сказать, что поскольку наше общество продолжает думать про чуму 20 века, и про то, что болеют одни маргиналы, правильно? Да. Сколько это состоит? То вот, говорю, училась сейчас в Федеральном центре СПИДа, и они рассказывали о результатах анкетирования ВИЧ-инфицированных, анонимного анкетирования, когда люди говорили правду. И выяснилось, что... Почему позднее обращение идет, да? Спрашивали, была причина выяснить, почему люди обращаются поздно, в запущенных стадиях. Страх стоял на первом месте. Стыдно. Стыдно, страшно, боимся, что узнают окружающие, боимся, что узнают на работе. И вот этот страх настолько парализует людей, что они... И болезнь, наверное, усиливается, потому что человек на нервах все время, на стрессе, правильно? Она, знаете, может быть, усиливается, а может быть, человек уходит в отрицание и как бы забывает. Пока не болит, как бы, а вдруг этого нет. Хорошо, а если не лечиться, если к вам не прийти, еще раз скажу, что если к вам обратиться, то бесплатное исследование, если все подтверждается, потом назначаются схемы, да, бесплатное лечение, лекарствами обеспечивания, да. Вот, а то есть если где-то люди начинают что-то продавать за какие-то деньги, то лучше этим не заниматься. Ну, те, которые... В смысле покупать? Да, самолечением занимаются. Ну, к сожалению, у меня есть часть пациентов, которые выписывают таблетки и их продают. Это такое есть, это такое тоже бизнес. И ничего нельзя с этим сделать? И я, как врач, не имею права не выписать. Просто, знаете, есть люди такие, думают, что, а дай-ка я две лучше таблетки буду пить, может, как-то быстрее будет. В разуме с людьми есть. Я могу сказать, что те схемы, которые пишут вот эти люди в интернете, они настолько дикие бывают, я не знаю, где они их находят, там лекарства... Это должно быть врачебное назначение. Да, мы сделали главный вывод, что, во-первых, надо обследоваться раз в полгода. Если есть рискованное поведение, то раз в полгода. Раз в полгода. А рискованное поведение, как мы понимаем, даже с маникюром и статуировкой может быть связано. Это тоже рискованное поведение, а не только половое рискованное поведение. Будем называть вещи своими именами. Дальше. Значит, если что-то произошло, несколько раз перепроверят с вашей помощью бесплатно. Если, скажем так, к сожалению, не хочу слово к несчастью говорить, к сожалению, так как мы выяснили, что, слава богу, это уже нелетальный исход, как раньше это было, вот у вас есть возможность получения схемы, бесплатной схемы лечения и выполнения определенной схемы с помощью врача, обследования, правильно? И консультация, всё как обычно. Вот всё-таки что такое СПИД, что такое ВИЧ-инфекция, синдром и... Ну, когда заболевание появилось, и было непонятно, кто его вызывает, ещё не было такого вируса, открытого вируса иммунодефицита человека, а люди начинали болеть, и они начинали болеть, как болеют либо глубокие старики, либо дети с врождённым иммунодефицитом, либо больные после химиотерапии. То есть вдруг у здоровых людей развивался иммунодефицит. А раньше у этих же людей его не было. Поэтому и назвали СИДРОМ приобретённого иммунодефицита. Сейчас осталось... Это не очень корректное название, но оно осталось до сих пор, оно фигурирует и в классификациях в том числе. Но идёт как прогрессирующая стадия ВИЧ-инфекции, когда человек не уничтожится. То есть ВИЧ-инфекция – это главное название заболевания? ВИЧ-инфекция, конечно. Просто когда идёт там четвёртая ВИЧ-стадия... У нас совсем мало времени остаётся. Скажите, пожалуйста, правильно понимаю, что, например, многие люди, которые в 90-х годах, ну, известные, например, Фредди Мерку и группы, конечно, что сейчас бы они могли жить? Конечно. Когда произошёл перелом? В каком году? Перелом в табле... в лечении? Да, когда летальность ушла. А вы знаете, в 96-м году начали лечить. Сегодня может человек, вот если он побоится всё-таки к вам прийти, как... ну, вот летальность этих... этого заболевания... Каждый месяц один-два случая. Если он не лечится. И сейчас есть такие. Как быстро происходит от момента заражения, если без лечения? По-разному. Ну, в среднем. Всё зависит от агрессивности вируса, то есть от того, насколько его много попало к человеку. Год, два, месяц. Нет, нет. У нас даётся, знаете, так очень интересно, от трёх до семи, от пяти до двенадцати, то есть разные источники дают разные... Это месяцев или лет? Лет. Лет. Без лечения. Я могу сказать, что у меня есть люди, которые 15 лет до того момента, как ко мне пришли. Но у кого-то это будет 3 года, а у кого-то будет такое агрессивное течение, что у него за год разовьётся. Ну, и ещё... То есть никто вам не скажет. Вот я не могу сказать заранее. Я не знаю, насколько вы можете эту тайну раскрыть, но по возрасту ваши пациенты самые младшие и самые старшие? Ну, самому младшему годик, а самый старший из живых, это вот мы сейчас выявили пациента, то есть у него впервые выявленный ВИЧ-инфекция диагноз, 80 лет. Понятно. Половой путь заражения. Последний вопрос, и будем прощаться. Но ведь есть теория, что ВИЧ-инфекции нет, что всё это придумано для того, чтобы зарабатывать. Ну да, есть. Зарабатывать на имя, зарабатывать просто деньги. Я не знаю, что ещё зарабатывать. Есть целая такая теория. И есть. Спецдиссиденты. Если набрать в интернете, то первое, что выйдет по запросу, это как раз будут диссидентские сайты. Ну и что вы можете сказать по этому поводу? Вы знаете, вирус изучен настолько, насколько не изучен никакой другой вирус. И те спецдиссиденты, которые у меня в районе есть, вот сейчас последний пример, женщина, сама юрист, очень достойная, очень правда, но у которой внутреннее отрицание, непринятие диагноза было настолько, что она не лечила своего ребёнка, можно сказать, до младшего школьного возраста. И сейчас эта девочка в достаточно запущенном состоянии. Она получает лечение. Но мама говорит, если бы я тогда знала. Я говорю, ну слушай, сходи на эти сайты, напиши. Ну да, это тот случай, когда, может быть, нужно всё-таки обратиться к специалисту. Тем более, что есть у нас целый окружной специалист по организации оказания медицинской помощи, ВИЧ-инфицированным, Елена Викторовна Разговорова. Большое вам спасибо. Мы главное выяснили сегодня. Сегодня с вами вот в декабре, в том месяце, когда отмечается Международный день с ПИДом, в начале этого месяца, мы выяснили одно, что если что-то чувствуете, что что-то не так, давайте называть вещи своими именами, ну как-то не так, обратитесь, потому что сегодня это лечится, или, по крайней мере, поддерживается. Это лечится. Лечится и поддерживается в стабильном состоянии. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Мне кажется, что у нас всё равно получилось оптимистично, и это здорово. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова